Митрополит Викинтий, епископ Русской Православной Церкви, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского метрополичьего округа, постоянный член Священного Синода РПЦ Тазимеництва, 11 ноября. Биография родился 4 октября 1953 года в семье служащих. По окончании средней школы работал слесарем и был и подиаконом у епископа Кишиневского и Молдавского в Варфоломе. В 1971-1973 срочная служба в Вооруженных Силах СССР. В 1974-1978 обучался в Московской Духовной Семинарии. В 1978-1982 годах в Московской Духовной Академии, которую закончил со степенью кандидата богословия за сочинение учений СВТ Игнатия Бринчанинова о молитве. В годы учебы был и подиаконом у патриарха Пимена. В апреле 1981 года наместником Троицы Сергеевой Лавры архимандритом и иронимом был пострижен в монашество с именем Викентия в честь мученика Викентия Августопольского. 19 мая 1981 года ректором Московской Духовной Академии и семинарии архиепископом Дмитровским Владимиром был рукоположан Вейера Дьякона. 18 января 1982 год им же был рукоположан Вейера Монаха, в 1985 году был возведен в Сан-Игумена. Архиерейство решением Священного Синода 20 июля 1990 года определен быть епископом Бендерским Викарием Кишиневской епархии. 28 августа 1990 года был возведен в Сан-Архимандрита, 2 сентября 1990 года Хиротани Санва епископа, работал над восстановлением Кицканского новонемецкого монастыря. Владыка Викентий был близким другом епископа Единицкого Даримидонта, помогавшего ему управлять монастырем. В ноябре того же года начала работу новонемецкое духовное училище, преобразованное в 1992 году в духовную семинарию. В 1993 году при монастыре был основан скит СВВ Викентий и Даримидонта. С 18 июля 1995 года епископа Баканский и Козелский, по мнению церковного журналиста Сергея Чапнина, удаление было обусловлено возросшим авторитетом Викентия. В Молдавии, Хакасии архиереи удалось заручиться поддержкой местных властей и миллиардера Олега Дерипаски и построить несколько храмов. Однако существенных миссионерских успехов добиться не удалось. В Абакане был заложен Преображенский кафедральный собор, открытый духовно-просветительский центр и духовная школа с храмом в честь святителей московских. 30 ноября 1998 года в Абакане прошла межрегиональная научно-церковная конференция «Исторические и культурные судьбы православия» в Хакасии России, посвященная 2000-летию Рождества Христова, в которой приняли участие представители МДА Красноярской, Кемеровской и Новосибирской епархий. 19 февраля 1999 года возведен в сан архиепископа, 19 июля 1999 года назначен на Екатеринбургскую кафедру. За короткий срок сумел восстановить церковный мир в епархии, нарушенный нестроениями, которые возникли при его предшественнике, епископе Никоне. При деятельном участии правящего архиерея в епархии развернулось большое храмовое строительство. В 2000 году в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом, на месте, где убийцы уничтожили останки царской семьи, открылся монастырь в честь святых царственных страстотерпцев. В 2003 году в Екатеринбурге, на месте убиения С.В. царственных страстотерпцев, завершилось возведение храма-памятника во имя всех святых в земле российской просиявших. Ведется активная миссионерская и духовно-просветительская работа. 17 июля 2001 года Екатеринбургское духовное училище было преобразовано в духовную семинарию. В 2002 году при духовной семинарии открылось регенское отделение. С 2001 году при Верхотурском мужском монастыре во имя С.В. Т. Николай Чудотворцы действует духовное училище. В 2001 году в Уральском гос.профессионально-педагогическом университете в Уральском государственном горном университете с 2010 года введено преподавание предметов по специальности теология. С 2003 года является председателем фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария. 27 июля 2011 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был назначен Преосвященным Ташкентским и Узбекистанским главой вновь образованного Среднеазиатского метрополичьего округа. В делах, касающихся Среднеазиатского метрополичьего округа, а также при литургическом поминовении в иных, кроме возглавляемой им самим епархиях, титулуется митрополит среднеазиатский. В связи с назначением указом патриарха Кирилла возведен в Сан-Митрополита, чин возведения совершан 4 августа 2011 года. 5 октября 2011 года, будучи митрополитом среднеазиатским, включен в число постоянных членов Священного Синода Русской Православной Церкви. Выступление в СМИ. Митрополит Викин Тель известен свой консервативностью и строгостью в соблюдении правил православного образа жизни. В эфире телеканала «Союз» делал следующее заявление, отвечая на вопрос телезрителя, как отвечать людям, если они говорят, что видели у владыки Викинтия золотой сотовый телефон с бриллиантами. Архиепископ Викинтий ответил следующее, отвечая на вопрос, грех ли учить детей современным танцам, сказал, что... В беседе с игуменом Дмитрием Байбаковым сказал следующее, сказал, что... По поводу объявленного на 10 апреля митинга против строительства храма и сноса фонтана на площади труда, архиепископ Викинтий сказал следующее. Это заявление некоторыми людьми было воспринято как публичное проклятие. Правозащитник Вячеслава Башков написал обращение в прокуратуру с требованием проверить сказанное на предмет содержание признаков экстремизма, на что получил ответ. Не содержится состав административного правонарушения ИЛТ и КТ, не содержится пропаганда, возбуждающая социальную, национальную, религиозную ненависть и вражду. То же самое ранее было сказано представителям управления ФСБ по Свердловской области. Мы ознакомились с этими словами, но явных признаков нарушения экстремистского законодательства не обнаружили. На вопрос о разрешении женщине ходить в храм в брюках сказал, что, также на вопрос можно ли надевать брюки под низ юбки сказал, что на вопрос о книгах про Гарри Поттера архиепископ Викинтий ответил. Интересные факты. В апреле 2010 года прошло лицензирование разработанной Екатеринбургской пархией проект спортивной трассы для бега и спортивной ходьбы под названием. Царский марафон трассы идет от храма на крови до монастыря на гоненной яме и обратно. Общая протяженность трассы около 42 километров. Владыка Викинтий пояснил цель проведения мероприятия следующим образом марафон от места гибели императора Николая II и членов его семьи до места. Укрытие останков вызвало неоднозначную реакцию. Так представитель великой княгини Марии Владимировны Герман Лукьянов прокомментировал инициативу епархии. Место гибели царской семьи является святым и местом поклонения устраивать там спортивные мероприятия. Мягко говоря, странно, долги епархии. Весной 2010 года в некоторых СМИ появились сведения о накопившихся у епархии долгах перед местными предпринимателями. По словам Алексея Грушава, директора компании ООО «Эдэм Екатеринбург». Екатеринбургская епархия получила от него и других ювелирных компаний «Инталия», компаниями «Адамант», «Золотой приск» и «Ювелиры Урала», ювелирные изделия, но не оплатила в установленные договором сроки. После этого ему было выдано письмо за подписью архиепископа Викентия, гарантирующей оплату до 31 декабря 2009 года. Но и это обещание не было исполнено, не имея твердых гарантий от заказчика о погашении задолженности в размере около 20 миллионов рублей за поставку драгоценностей, грошев и остальные. Поставщики, по данным СМИ, направили официальное письмо на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 15 апреля 2010 года грошев был приглашен в Екатеринбургское епархиальное управление на аудиенцию, где получил новое гарантийное письмо от архиепископа Викентия и согласовал график погашения задолженности. 27 апреля 2010 года на пресс-конференции архиепископ Викентий признал задолженность перед поставщиком, но в размере не 20, а 4 миллионов рублей только лишь перед Алексеем Грушевым, а также высказал мнение, что отправленное официальное письмо является ненастоящим. Всего же, по словам архиепископа Викентия, на тот момент за епархию числилось долгов на сумму в 4 миллиона рублей и епархия задерживала возврат денег не более чем на 3 года. Владыка Викентий признал долг перед Эдемом «Джестмидия». 27 апреля 2010 года наградой Орден преподобного Сергия Радонежского 2 степени, награжден патриархом Алексием II 24 сентября 2000 года при освящении Троицкого кафедрального собора в Екатеринбурге. Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского 2 степени, орден благоверного воевода Стефана Великовой степени, высшая награда Православной Церкви Молдовы, от Владимира митрополита Кишиневского и всея Молдавии. 18 апреля 2010 года предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл выразил благодарность архиепископу Викентию за понесенные труды и вручил владыке Панагию. 2 сентября 2010 года исполнилось 20 лет со дня архиерейской хиротонии архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. В честь юбилея епископского служения святейший патриарх Московский в Сеярусе Кириллу достоил владыку памятной Панагии орден Святой Янны. Принял от главы дома Романовых Марии Владимировны Романовой 21 июля 2008 года медаль святых царственных страстотерпцев, высшая награда Екатеринбургской митрополии. Принял от Кирилла митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 16 июля 2012 года орден Святого Благоверного князя Даниила Московского двух степени. Орден Святой Янны императорские медали юбилей всенародного подвига и в память 400-летия дома Романовых. Принял от главы дома Романовых Марии Владимировны Романовой 4 октября 2013 года.